4 июня 1944 года, после долгой подготовки, десятки тысяч людей садились на корабли для того, чтобы отправиться в Нормандию. Но возникла проблема. Начал моросить дождь, который вскоре сменился штормом, а тучи полностью закрыли небо. Начало операции пришлось отложить. На следующий день дождь продолжал лить, но остальные условия были идеальными. Во-первых, полнолуние. Для большей незаметности операцию нужно было проводить ночью, и полная луна обеспечивала хорошую видимость. А во-вторых, подходящие приливные условия. Тысячи людей уже находились на борту кораблей, нервничали и страдали от морской болезни. Техника и войска начали сосредотачиваться в районах, удары с которых могут быть нацелены только на Нормандию. Уже пришлось предупредить о начале операции достаточно много людей, поэтому с каждым днем шансы сохранить в тайне настоящее место высадки резко падали. Но переправляться в такую погоду все равно было безумием. Затем метеоролог ВВС Великобритании говорит, что 6 числа погода будет хорошей. После этих слов операция началась. В сторону Нормандии отплыли 6000 кораблей, заполненные людьми и даже не совсем обычной техникой, которую назвали игрушки Хобарта. Это были модификации привычных танков, а также специально спроектированные для проведения операции машины, которые должны были помочь морскому десанту в преодолении немецкой береговой линии обороны. Здесь были раскладные мосты, бульдозеры, танки-огнеметы, танки-амфибии, танки-плуги, танки-крабы, опять танки-амфибии. И когда столько раз повторяешь слово танки, приходят они в World of Tanks. И если ты готов идти к победе несмотря ни на что, тогда эта игра точно для тебя. Это динамичный танковый шутер, где более 600 единиц бронетехники уже готовы и ждут тебя. Вместе с ними, благодаря крутой графике и качественному звуку, ты погрузишься в атмосферу танковых баталий. Но хоть игра и выглядит не хуже ААА проектов, она абсолютно бесплатная и может похвастаться отличной оптимизацией. Так что можешь не переживать за свои фпс, даже если планируешь играть с ноутбука. Каждый здесь найдет себе геймплей по душе. Можно гонять на шустрых легких танках, переть вперед на тяжах, выбирать позиционку на ПТ-САУ или же вносить хаос на артиллерии. Так что переходи по ссылке в описании и забирай подарки при регистрации. 7 дней премиум аккаунта, 400 тысяч кредитов и 3 танка. Они помогут тебе быстрее начать побеждать. Бой! Итак, в сторону Нормандии отплыли 6 тысяч кораблей. В это время французское сопротивление собралось вокруг радиоприемников, настроенных на радио Лондон. Если их поймают, их посадят в тюрьму, подвергнут пыткам или даже казнят, но им все равно. Когда они услышали строчку из французского стихотворения, брошенную среди сотни бессмысленных фраз и замаскированных под личные сообщения, они схватили оружие и принялись за работу. Немцы же 5 июня были уверены, что англо-американские войска точно не появятся в ближайшее время, потому что погода совершенно непригодна ни для плаваний, ни для полетов. Поэтому старшие офицеры расслабились и пошли домой отдыхать. 6 июня день, который с нетерпением ждал Эрвин Роммель, потому что это был день рождения его жены. Вечером 5 числа он, как и другие офицеры, посчитал, что из-за плохой погоды англо-американские войска не появятся. Роммель решил вернуться домой и удивить свою жену парой парижских туфель. Но посреди ночи у него зазвонил телефон, и ему сообщили, что вторжение началось. Первым этапом была воздушно-десантная операция. Пока корабли в пути, десантникам предстояла ночная работа. После полуночи сначала на территорию Нормандии сбросили тех, чья работа состояла в том, чтобы освещать зоны высадки для всех остальных. Но из четырех самолетов один промахнулся мимо цели, другой сломался, прежде чем долетел до Франции. А оставшиеся сбросили людей, но не сбросили сигнальное оборудование. И те отчаянно пытались подавать сигналы, размахивая фонариками перед пролетающими мимо самолетами. Высадка самих десантников прошла еще хуже. Из-за вражеского зенитного огня и низких облаков, парашютисты прыгали либо с очень большой высоты, и медленно дрейфуя становились легкой мишенью для немцев, либо с очень низкой высоты, и ломали кости, потому что парашюты не успевали замедлить их падение. Парашютистов разбросало на много километров от нужных им зон. Некоторые приземлялись в болота или реки, другие падали прямо в лапы немцев. Это была ужасная ночь хаотичных перестрелок, и отчаянных попыток небольших подразделений сделать хоть что-то. Но более опытным американским подразделениям, таким как Кричащие Орлы и 505-й парашютно-пехотный полк, удалось собраться, чтобы захватить важные дорожные узлы, мосты, пункты связи и уничтожить несколько артиллерийских батарей. Британский десант, несмотря на такую же массовую неразбериху, достиг большинства поставленных целей. В одном из случаев 700 человек должны были захватить критически важную немецкую батарею. Все тяжелое вооружение и большая часть людей потерялись после приземления, но сумевшие собраться вместе 150 солдат, вооруженные только винтовками и пулеметами Стэн, все равно смогли захватить ее. Затем началась бомбардировка, но она мало что делала для ослабления немецких позиций, так как бомбы в основном падали за береговую линию обороны, а корабельные орудия не пробивали укрепленные сталью бункеры. На пляж Амаха упало почти 2000 тонн боеприпасов, которые не убили ни одного немца. Но бомбы, упавшие немцам за спину, разрушили дороги. Прибавим к этому орудующий в тылу воздушный десант и французское сопротивление, которое разрушало железные дороги, мосты и линии связи. Получим ситуацию, в которой обороняющим берег немцам было трудно получить подкрепления и припасы. И вот, утром 6 июня 1944 года, к берегу стали подходить десантные катера. Солдаты сжались в своих железных коробках, когда немцы начали поливать их огнем. Часть десантных катеров затонула, не добравшись до побережья Нормандии, в то время как другая часть врезалась в пляж, спустила трапы и солдаты бросились в бой. У американских войск было два пляжа, Юта и Амаха. На пляже Юта сразу что-то пошло не так. Солдаты оглядывались и не понимали, где находятся. Кажется, они высадились не туда. Но с ними оказался единственный генерал, который высадился вместе с первыми волнами десанта. Он не растерялся, оценил обстановку и сказал, начнем войну прямо отсюда. Пляж, на который они высадились, оказался даже лучше того, который изначально планировался. И генерал начал перенаправлять на него войска, которые прибывали к старой точке. А на Амахе дела у американских солдат оказались плохи. Море было неспокойным. Десантные суда набирали воду, а солдаты пытались вычерпывать ее своими касками. Часть бронетехники, которая следовала за ними, тонула в волнах. Немецкие пулеметы не смолкали, и многие американские подразделения понесли тяжелые потери. Большая часть командного состава была мертва. В суматохе и попытках найти хоть какое-то укрытие, нападение стало безнадежно дезорганизованным. Оставшиеся в живых десантники были прижаты к небольшому участку земли и лежали лицом вниз. До тех пор, пока первые залпы немецких минометов и артиллерии не начали подбрасывать тела в воздух. Начало резни носило монументально односторонний характер. Первая волна американского десанта в Амахе понесла 92% потерь. Но и вторую волну постигла похожая участь. Рассматривался даже вариант отступления, но пляж Амаха был важной связующей точкой между британскими и американскими войсками. К обеду небольшим группам американских солдат удалось прорваться, но их все равно продолжали отталкивать обратно к морю. Лишь к концу дня несколько подразделений смогли собраться и начать взбираться на утесы, где находились немецкие позиции. К этому времени у немцев стали заканчиваться боеприпасы, артиллерия постепенно замолкала и американцы начинали прорываться. Британские пляжи назывались Голд и Сорт, а канадский Джуно. Черчилль настаивал на таких названиях, а не на глупых кодовых именах. Аргументируя это тем, что ни одна мать не хотела бы слышать, что ее сын отдал жизнь за объятие кролика. Утром на пляже Сорт специальные танки для разминирования взбивали песок. Затем на немецкую оборону бросились танки и огнеметы. И лишь после этого появились десантники. Меньше чем за час пляж был преодолен. А к концу дня многие подразделения уже начали продвигаться вглубь страны. В Джуно канадские солдаты тоже смогли прорвать береговую оборону, как и британцы на пляже Голд. Высадка была проведена успешно. Пока на пляжах велись бои, немецкие генералы спорили о том, следует ли вводить в бой резервы. И если да, то куда? Роммель мчался к битве на машине и не мог отдавать приказы. Поэтому фон Рунштетт приказал 21-й танковой дивизии встретить британцев, наступающих на город Канн. А резерву, находящемуся под Парижем, выдвигаться к побережью. Но резерв отказался это делать. Потому что, как мы помним из первой части, эти подразделения могли быть перемещены только по личному приказу Гитлера. А он спал. Гитлер всегда вставал поздно. И будить его без необходимости не разрешалось. Даже в сложившейся ситуации никто не хотел нарушать этот протокол. Потому что, скорее всего, это заварушка в Нормандии, всего лишь отвлекающий маневр. Основные силы продолжали находиться в районе Падекале и ожидали высадку десанта там. Гитлер проснулся в полдень и был в восторге от того, что вторжение началось. По его словам, это был шанс решительно сокрушить Великобританию и Штаты. Но он продолжал медлить. И только в 4 часа дня приказал танковому резерву под Парижем выдвигаться. Но к этому моменту тучи уже рассеялись. И танковая колонна стала уязвимой для авиации. И вместо того, чтобы двигаться к побережью, танки прятались в лесу до наступления темноты. Пока англо-американские войска преодолевали немецкую оборону и прорывались вглубь страны, Гитлер отдавал приказы на 13 июня по запуску ракеты Фау-1. Причем не по англо-американским войскам в Нормандии, а по Лондону. Затем он провел совещание, где Геббельс показал ему карту с высадкой в Нормандии. И Гитлер с восторгом заявил, именно там, где мы их и ожидали. В ответ Геббельс, который в последние месяцы слышал только про пады Кале, просто кивнул. Тем временем Атлантическая стена рушилась. Немцы видели последний шанс в разрыве между канадскими и британскими войсками. Но отправленные туда гренадерский полк и 21-я танковая дивизия попали под огонь с двух сторон. Каждую минуту у немцев взрывался танк. И видя, что шанс упущен, руководство приказало подразделениям отступить и окопаться около города Кан. Но и англо-американские войска не выполнили поставленные перед ними задачи на 6 июня по продвижению и объединению. К концу дня они только создали плацдармы. Но так или иначе, теперь настало время, используя шок немцев, нанести сильный и быстрый удар вглубь страны. Соединиться с воздушно-десантными подразделениями и захватить важные точки, включая крупный город Кан. Немцы продолжали сопротивление, а на пляжах позади англо-американских войск образовались огромные пробки. На дорогах царил хаос, который задерживал необходимую для наступления бронетехнику. Так называемый день Д закончился, но вся операция Оверлорд все еще могла провалиться. В течение нескольких суток прибудет немецкое подкрепление, и битва за Нормандию еще только впереди. Чтобы победить, солдатам придется постараться и в день Д плюс 1, и в день Д плюс 2, и в каждый последующий день до конца войны. Спасибо за просмотр! Надеюсь, вторая часть оказалась такой же интересной, как и первая. И вы поставите ей также много лайков, и оставите много комментариев. А кто еще не подписан на канал, обязательно подпишется. Вступайте в группу ВКонтакте, Телеграмме и подписывайтесь на Инстаграм. А всем донатерам передаю привет и большую благодарность.